такая есть репутация что дубов чуть ли не сильнейший аналитик в мире кто-то прям говорил на мне кажется в эфире так ну да да много так я много слышал читал об этом что если дубов там это вообще дим ты как к этому относишься это хоть на какую-то долю правда или это больше пиар я думаю что это правда но это заслуга не только дани но еще и вот тренеров все-таки там есть пара человек очень очень разумных какие-то да но я минимум двух на можете больше два помощника где деньги причем такие но понимаете тут дело не в количестве дело в качестве все таки действительно если люди которые умеют работать которые осмысленно все делаю пробел но с пробелом там там это все-таки не только пробел не только постели да не он сам довольно умно подходит я кстати вот не считаю что вот этот его такой глубокий подход дебютом я бы сказал научная часть и он всегда полезен для шахмат как для практика мне кажется он довольно много тратит сил вот именно на на дебютную часть вообще к шахматам относится как к искусству скорее нежели как к игре как спорту в отличие от карсона и это может сыграть как раз злую шутку на мой взгляд я бы не хотел чтобы так было и принципе ценю очень и как шахматисты как человек он интересный безусловно желаю ему добра и так далее но все-таки он вы знаете как карсон сказал про на на да в одно время что слишком умный человек чтобы быть сильно шахматистом да можем про дальню сказать отчасти то же самое мне кажется такой достаточно разносторонний достаточно глубоко копает и зачастую это в шахматах не нужно одни проблемы то есть что в шахматах нужна грубая сила ну вот то есть до дальнюю мне кажется если мы говорим про его перспективы вот вне этого турнира глобально мне кажется у него хорошие шансы стать ярким представителем там топ 10 например именно таким ярким с идеями которые будут ценить не только за высокий рейтинг за что то еще за интеллект назовем вот это позитивный позитивный развитие событий для данных которые я прогнозирую ну а негативное не стоит и озвучивать понятно